Три с половиной сотни жалоб на действия заказчиков Уфа с Прикамия подвел итоги деятельности в первом квартале года. Почти половина средств выходит на очистку сточных вод. По итогам 2016 года на охрану окружающей среды пермские компании потратили почти 10 миллиардов рублей. Стартап для сокращения расходов пермские разработчики намерены выходить на крупные интернет-магазины. На РБК новости Пермского края в студии Станислав Загайнов. Здравствуйте. Сумма штрафов по результатам рассмотрения административных дел снизилась на треть. Представители Пермского Уфа сегодня рассказали о результатах работы ведомства в первом квартале года. На действия заказчиков у полномоченных органов, также комиссии при осуществлении закупок в этот период поступило почти три с половиной сотни жалоб. Из рассмотренных 42% признаны обоснованными. Комиссия Уфа сможет рассмотреть всю закупку в полном объеме, поэтому количество внеплановых проверок в несколько раз превысило число плановых. Но помимо рассмотрения жалоб по закупкам, управление рассматривает и жалобы на внесение в реестр недобросовестных поставщиков. По данным ведомства, количество лиц, включенных в реестр за три месяца 2017 года, выросло на 11% по сравнению с первым кварталом прошлого года. Сумма штрафов по результатам рассмотрения административных дел, напротив, снизилась почти на треть. Если сравнивать сумму наложенных штрафов 662 тысячи, а уплаченных 540, можно подумать, что якобы все штрафы уплачены. Но здесь нужно учитывать то, что часть уплаченных штрафов перешла с прошлого года. И те лица, которые были привлечены к административной ответственности в конце 2016 года, также эти суммы уплаченных штрафов здесь учитываются. Среди наиболее значимых направлений работы в этом году представители УФАС называют рассмотрение жалоб в отрасли автодорожного строительства, пассажирских перевозок, также выявление нарушений в работе ритейлеров по увеличению размера ретро-бонуса. По итогам 2016 года затраты на охрану окружающей среды в Пермском крае составили почти 9,5 миллиардов рублей. Об этом сообщает Пермстат. За год затраты на окружающую среду в регионе увеличились почти на 1,5% по сравнению с 2015. В 2017 самую большую долю расходов предприятий направляли на очистку сточных вод, чуть менее половины от общей суммы. Четверть средств на утилизацию отходов и около 2 миллиардов потрачено на охрану атмосферного воздуха. Более 700 миллионов рублей вложено в капитальный ремонт основных производственных фондов по охране среды. Ранее распоряжением правительства региона был утвержден план основных мероприятий по проведению в 2017 году года экологии. РБК уже сообщал, что крупнейшие предприятия края, это Сибурхимпром, Лукоил, Уралхим, Новогорприкаме, уже объявили о начале действия проектов, запланированных на этот год. Пермский проект Куа-Робот позволит интернет-магазинам значительно сократить свои расходы. Об этом говорят разработчики сервиса. Они создали систему, которая в автоматическом режиме проверяет сценарии интернет-проектов. Ранее ошибки специалисты по тестированию могли обнаружить лишь в ручном режиме. В данном сервисе робот, запуская браузер, будет заходить на нужный сайт и полностью повторять все действия, которые бы проделывал пользователь. Основные отличия от других российских аналогов в том, что процесс интеграции занимает гораздо меньше времени, уверяют разработчики. Возьмем, например, магазин, который занимается продажей сувениров. И, соответственно, у таких магазинов перед Новым годом обычно идет ажиотаж спроса, и, соответственно, самые большие продажи приходятся в Новый год. На примере клиент решает украсить свой сайт, добавляет какие-то красивые снежинки с целью добиться какого-то вау-эффекта среди посетителей. И все хорошо, посетители смотрят очень красиво. Но вот проблема. Посетители не могут оформить заказ, потому что летящая снежинка закрывает кнопку оформления заказа. Цена пермского программного обеспечения ниже аналогов в несколько раз. Обычно комплексное обслуживание достигает 10 тысяч рублей в месяц. Цена Куа-Робот стартует с 3 тысяч. Кроме того, сервис убирает необходимость держать в штате специалиста по тестированию и сокращает расходы компании на зарплату. В планах у разработчиков выйти на несколько крупных интернет-магазинов в России. Ранее телеканал РБК уже сообщал, что этот проект вошел в список трех пермских проектов, которые были отобраны на рабочие выходные Harvest 4.0, который проводил фонд развития интернет-инициатив. Компания прошла в заочный акселератор фонда. Рубль слабеет на открытии торгов. Курс доллара сегодня утром прибавил 15 копеек и составил 56.32. Евро также увеличился на 13 копеек до отметки 61.56. Эксперты говорят, что рубль сегодня отступает под давлением нефтяных котировок. Цены на черное золото корректируются на фоне ожидания роста запасов сырой нефти в США. Однако аналитики заявляют, что рубль сегодня вернется к укреплению. Этому поспособствует продажа УФЗ. Спрос на бумаги даст локальную поддержку рублю. По мнению некоторых специалистов, рубль вернется к укреплению в паре с долларом и окажется около отметки 56. Лучшее предложение по покупке доллара к этому часу в Перми предлагает Быстробанк по продаже Межтопэнергобанк. Лучшее предложение по покупке евро в Банке Восточный по продаже в Активкапиталбанке. На этом пока все. Следите за развитием событий вместе с РБК Перм. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова